Все факты персонажа данной истории вымышленны. Ладно, идите посмотрите, как там Хосе. Я никуда не пойду. С ним всё в порядке. У него столько волос, что они его защищают. Я должен сейчас пойти в офис, а потом вернусь. Если хочешь, проведём ночью вместе. Да? Это зависит. От чего? Принесёшь ли ты большую пиццу с моцареллой или нет? А если на десерт я ещё принесу пирожных с кремом? Обожаю пирожные. Если ты их принесёшь, обещая больше, ты никогда не уйдёшь отсюда. Кейки, какой кошмар! Ты всё-таки сделал операцию! Ты что? Сними парик, Феретти. Это не парик, они нарощенные. Их приклеили или прибили? Приклеили. Где ты их взял? Я ещё не ею, она здесь живёт. А где же ещё? Милашка! Наталья Орейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идей – Адриан Суар. Автор сериала – Эрнесто Коровски. В ролях – Карлос Бельоса, Клаудия Фонтан, и Алихандро Парисоу. Операторы – Пабло Старина и Олеха де Фалько. Продюсеры – Мариана Петранжли, Рассана Монтес и Хульетта Мартинелли. Режиссёры – Форхе Бечара и Родолфо Антунос. Мартин, ущипните меня. Я сплю, или их двое? Ты не спишь. Их двое. Кике! Что с этим бедным парнем? Извините, синьорита. А вы... Кто? Моё имя Саманта. Но также Почита. Для друзей я Почита. Так что я Почита. А вы? Кто? Милашка. Та самая, просто милашка. Классная фигурка. Умница. А тебе, кажется, знаю, Мартин Кесада. Всегда тебя обожаю. Мы в провинции всегда смотрим гонки, а твой постер висит в моей спальне. Сексуально такое. Какой? До пояса ты обнажён и вымазан в моторном масле. Когда ты снимался? В 13 лет. Ничего, если ты подождёшь. Конечно, ничего. В такой компании сколько угодно. А что ты имела в виду? Самую малость, что я мечтала с вами познакомиться. Познакомилась? Теперь объясни, что тебе нужно. Я же просила подождать тебя снаружи. И хотела, но ко мне пристали какие-то парни. Она вылитая Феретти. Или у меня двоится в глаза. Ньевис. Что? Кто эта девушка? Она... Скажи правду, Ньевис. Родная сестра Кики. Близнец. Правда? Да, сестра-близнец моего сына, моя дочь. Твоя дочь? От кого у меня ещё такая грудь? Ты не можешь влюбиться. Притворяйся, получи. Притворяйся. Расслабь руки. Отпусти свою фантазию. Стань безразличным. Может, ещё туалетные бумаги? Он всё-таки жалкий. Ну, что за вопрос? А там ещё есть, правда, немного. Констанца разве не говорила, что мы несколько дней должны вместе работать? Клянусь, я буду жить с этой принцессой в этом дворце. Конечно. Всем привет. Ну, как вы тут без меня? Уже познакомились? Познакомились. Длинные ноги, спасибо. Я пойду сделаю что-то поесть и вернусь. Извиняюсь. Что с ним? Барбара? А я знаю. Ничего. Она стройная. Неплохая фигурка. Я единственный ребёнок. Это ложь. Я единственный. Успокойся, Кики, не ной. Не могу. Можешь. И выслушай, что расскажет твоя мама. Говорите, Невес. Хорошо. Дорогой сын, почитай, твоя сестра-близнец. Нет. Этого не может быть. Этого быть просто не может. Может, это правда, Кики. Ты и она близнецей. Дальше, Невес. Хорошо. Ради вдвойню. Я была без гроша. И не смогла бы прокормить сразу двух малышей. Поэтому я... Поэтому ты одного бессовестно бросила. Девчушку. Ей место в канаве, да? Нет, сынок. Что ты? Как я могла такое с ней сотворить? А что ты сделала? Продала дочь? Нет. Ее забрала моя кузина Эрминия, что живет в Тренке Лууком. Бедняжка никак не могла забеременеть. И я как-то сказала тебе ничего, а он мне Бог дал двойню. Может быть... То есть я, то есть они... Дебби, 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 Дебби. Я просто... Я... Дебби, пожалуйста, говори яснее, или я тебя не пойму. Хорошо? Да. Сначала успокойся. Да. Прошу тебя, выпей водички. Спасибо. А ты знаешь, что мы все должны пить не менее двух литров воды в день. Это полезно для здоровья. Да, и такая укладка тебе очень идет. С ней он похож на симпатичного дикаря. Очень стильно, романтично. Мне нравится. Выпей воды. Нет, нет, ты пей, не чеши языком. Хосе, пожалуйста, я сам. Итак, я тебя слушаю. Ты успокоилась? Отлично. Говори, что случилось. Только правду. Так вот, представляешь, он, то есть я... Дебби, пожалуйста, я не понимаю, когда ты плачешь, когда говоришь. Хорошо, меня вообще никто не понимает, потому что я для вас хуже бродячей собаки, что должна гулять сама по себе. Добрая душа, конечно, может швырнуть ей хлеба, хотя она и не голубь. Чтобы собака подумала, раз я не голубь, зачем мне ваш хлеб? Коса, я больше не выдержу. И жучка съезд его через силу из горя пойдет дальше. Они жучкой родственницы? Когда ты поймешь, что у Дебби проблема. Дебби, пожалуйста, расскажи мне все так же разумно, как ты рассказывала о собаке. Сосредоточься. Меня выгнали из дома. Как? Из моего собственного дома. Кто это сделал? Они вышвырнули меня из моего дома, как собачонку, сказав, пошла вон. И что? И вот я... Нет, нет. Теперь слушай меня. Дебби, ответь. Кто тебя вышвырнул? Мигель? Нет, Мигель обхаживает Мерседес, ему не до того. Нет, не он. А кто? Констанста. У меня не было денег, чтобы ее кормить. Когда вы поймете? Хватит от твоих иллюзий. С твоей грудью ты футбольную команду прокормишь, как лучшая корова в стаде. Что еще? Может, ты родила пятеры? И рассовала их по всему свету? Туда-сюда, обратно и до сад. Ну что ты, Кики, сынок? Думаешь, я не знаю, что сделала большую ошибку? И ни одну, Невис. Ни одну. Ни одну. А ты совсем не хочешь мне помочь? Добивать вашего сына? Как вы могли столько лгать? Я всего лишь его защищала. Не его, а себя. Зовите своих других детей на помощь. Что нужно этой делде в моем доме? Ей негде жить в нашем городе. А мне какое дело? Мы должны ей помочь. Она осталась одна, приехала к нам. Как мы можем твоей родной сестре отказать, Кики? Разве так можно? Нет, я не ее брат. Я твой единственный, единственный. Боже, хоть бы ты мне помог. И он мне поможет, Невис. Констанца выгнала меня в заше, чтобы пожить с этой Барбарой. Констанца и Барбара живут в твоем доме? Да, они теперь подружки и могут ходить в моем доме в бикини, вихляя бедрами. Отлично, Мартин, я тебя предупреждал. К выступлению милашки они уже подружились. Я поговорю с Констанцей. Бесполезно, когда я... То, они... Нет, Дебби, Дебби, Дебра, пожалуйста. Пожалуйста, точно бесполезно? Ты лекарство взяла? Нет, оно так и осталось в доме с Констанцей. Тогда вспомни совет психиатра. Что нужно делать? Петь любимую песенку. Вспомни ее. Отлично. И пой. Не стесняйся. Душевней, душевней. Отлично. Отлично. А теперь говори. Мне хорошо. Хорошо. Мне уже лучше. Отлично. Можно я поживу у тебя? Нет. Я не шучу. Почему нет, Мартин? Ты можешь пожить у меня сколько хочешь. Спасибо, Мартин. Ты лучший кузен в мире. Ты лучший всех людей в этой стране, как ее там, в Буэнос-Айрес. В общем, ты лучший всех не только здесь, но и во всем мире. Я тебя так люблю, но словно ты член моей семьи. Вот как я тебя люблю. Я твой кузен. Такие же цветочки. Как я люблю один к одному. Один к одному. Здрасте, здрасте. Послушай, Ватсон, хватит меня пугать. Я обмираю, когда тебя вижу таким. Что это за маскарад? Не знаю. Кто такой Ватсон, не знаю. А ты должна знать, что у тебя милый говард. Ты провисалка или ты парагвайка? Почита, очень приятно. Мне тоже Почита, очень приятно. Но знаешь, если будешь работать в порту, смени имя. Лучше экзотику, например, Карен. Извини, ты о чем? Не понимаю. О чем? Святая простота. Так вот, если ты этот прикид умыкнула у турчанки, то лучше верни по-хорошему. Имей в виду, я прослежу, как ты это сделаешь. Малышка, не гони волну, притормози. Я родной сейчас тракийки, его близнец. И я дочка Ньевис. Ну да, конечно. Это во-первых. И во-вторых, я не воровка и не знаю турчанку. Кто она такая? Что-то мне неинтересна твоя история. Никогда не верила в сказки. А ну-ка, верни все вещи. Черт из зла, они мои. Я сама их покупала на последние деньги. Что? Заткнись, ты мне надоела. Это ты мне. Ты меня довела. Я не заткнусь, извращенец. Верни вещи. Кто извращенец? Что за шум? А ну прекратите. Что ты пристаешь к моей дочке? Ньевис, я никак не пойму. Почему ты такое одобряешь? Посмотри, на кого стал похож твой сынок. Не боишься, что Старошила его заберет за то, что он такой дурачок? Идиотка. У нас, конечно, гадюшник, но ты привыкай. Я не хочу привыкать. Ну, не ной, не ной. Идем пить мате. Ну, мам. Кики, что с тобой? Что это ты носишься и скулишь? Не капай слюной на полы. Ты не собака. Я хуже, чем собака. Я слезняк на поводке. Смейся, смейся. Что-то случилось? Не скажу. Ты умрешь, сосмику. Говори, что? Моя мама Невис взяла в дом патиту и выделила ей мою кровать. Теперь привыкай. Она твоя сестра. И любимица мамы. Почему ты так думаешь? Потому что теперь все бутерброды только ей. Все, все бутерброды. Но это невозможно. Она весь день готовит бутерброды, подумаешь? А что я могу теперь думать? Она мне сегодня сказала, а ну быстро за хлебом. А когда я отказался, она завелась. Ну, дай же нам с дочкой поговорить о своем. О женском. Ту, пых. Твоя сестра женщина, хотя и молодая, как и твоя маман. Кики, ты же взрослый мужчина. Ты должен быть счастлив, что у тебя появилась сестренка. Нет, я тебя привык считать своей сестрой, хотя мне эта мысль невыносима. Вот бы мне и дальше быть твоей сестрой. Ладно, можно. Но моей, а не этой билдой. Клянусь, я останусь твоей сестрой. Пойми меня как собаку. Когда наконец мы с тобой переночуем? Братья и сестры друг с другом не спят. Уходи отсюда. Один раз можно. Нет, уходи. Хорошо. Я сегодня напьюсь с Монтик. Как хочешь, свинья, кобель, слезняк на поводке. Ты представляешь, Констанция не отвечает на мои звонки. Представляю и верю всему, что ты говоришь о Констанции. Альфредо, почему тебя забавляешь, что Констанция и Барбара объединились, чтобы уничтожить милашку и меня? Что ты, я думал совсем о другом. Твой кузен вчера увидел, как Мерседес и я целовались. И я рад, что получил желаемое. То есть? Я вызвал бурю эмоций, Мерседес. Мартин, к вам можно? Что такое? Звонил хирург, о котором я для вас узнавала. Он примет милашку, если вас устроит время. Тот самый хирург? Да. Тогда мне нужно бежать. Да, и можно я что-то у вас попрошу? Конечно. Ты могла бы не допускать бурю эмоций, пока я занимаюсь делами. Пожалуйста, Мерседес. Обратись к сеньору Рибе, который что ни день, то заходит все дальше. Пожалуйста. Не беспокойся, все будет в порядке. Очень надеюсь. Что смотришь? Учти, больше ни взгляда, ни слова, ни повода, ничего. Не то быстро узнаешь, на что я способна. Я тебя предупредила. Кимбу, постой хоть немного. Я за тобой бегаю, как собачка, а ты мне ни слова. Я себя глупо чувствую, потому что говорю все время одна. А мне с тобой не о чем говорить. И вообще, может быть, я хочу тишины. Что ты лезешь ко мне с разговорами? Для твоих проблем у тебя есть Мартин Кесада. Лучше, чем он, никого не бывает. Ну что ты говоришь? Я попросила Мартина помочь, потому что он мой кузен. Мы с ним семья, только и всего. Но тебя я тоже люблю, ты моя лучшая подруга. А семья – это просто несколько людей, у которых одна фамилия. Подумаешь, важность какая. Раньше ты говорила, что я для тебя лучшая в мире. Да. И что я тебе тоже семья. Да. Так вот, если ты передумала, то больше не лезь ко мне со своими проблемами. Кимба, подожди, мне придется сказать то, что я не хотела. У тебя тесновато. И когда стемнеет, твой папа со мной распускает руки. А ты не щекочи его пятки своей шевелюрой. Скажи спасибо, что он тебя руками толкает. А ты скажи, чтобы он не сжимал на моей голове свои пальцы ног. Я такой массаж не понимаю. Это не массаж. И предупреждать нужно вовремя, чтобы спать не у меня, а у турчанки, которая в отъезде. Я что, могу спать в комнате турчанки? Да, если не будешь ничего трогать. А можно поносить ее вещи? Нет, этого нельзя. Турчанка делится только с милашкой. Но если что-нибудь другое, тогда... Спасибо. Мне, подорез, нужно приободриться и стать шикарной, как турчанка. Турчанка, это да. Где ее шмотка с осиной талии? Ты не подскажешь? По-моему, это она с собой не взяла. Ты поищи у нее в комнате. Отлично. Давай закажем топа с салями и сыр. А мне большой банановый коктейль. Отлично. А кто платит? Держись, Фалотча, срази ее своей улыбкой. Опять этот придурок. Можно я включу музыку? Это ее сломит. Пожалуйста. Думаю, это будет песня «Какой чудесный мир». Она так расслабляет. Какой он старомодный. Ужас просто. Покажу, какой я сильный. Можно присесть? Конечно. Хочешь? Нет. Не нужно. Отвратительный тип. Привет. Мигель, ты уходишь? Наоборот, пришел. Интересно, что это Фалотча в таком негляже? Сколько времени? Мне пора. Я встречаюсь с Констанцией. Барбара, извини, но я тебе должен что-то сказать. Когда ты рядом со мной, у меня в голове творится что-то невообразимое. Извини, я спешу, а то опоздаю на распродажу. Сегодня магазины не принимают кредитки. Все, кроме моей. Можно? Обещали грозу. Всем пока. Пока. Куда ты? Ты опять появился как черт из табакерки. Когда ты начнешь хоть немного соображать, что к чему. Что-то случилось с неким врагом номер один. Какой еще враг? Ты сейчас хлопаешь крыльями, как орел, раненый стрелой шалуна Копидона. Смотри. Нет. Милашка. Где ты можешь быть? Можно на «ты»? Да, пожалуйста. Ты, ты. Это шутка, но с компенсацией. Можешь потрогать? Тут кое-что есть у меня. Я хотел бы увидеть милашку. Мне как раз об этом хотела поговорить. Милашка ушла с большим темноволосым юношей. С такими широкими плечами, довольно высокого роста. И с такими большими голубыми глазами. С кем это? Я солдала ни с кем. Милашка никогда от тебя не уйдет. От такого красавчика. Да что ты. Спасибо, но... Я отлично все вижу. Вчера мы с мамой спали вместе, и она все о вас рассказала. Что вы с милашкой очень любите друг друга. Я сразу это поняла. Иначе и быть не могло. Да, мы с милашкой любим друг друга. Конечно. Что ж... А можно и скажу? Я объясню, что ты значишь не для нее, а для меня. То, что я твоя фанатка, ты знаешь, но это не все. Это сущий пустяк. Об этом не стоит и говорить. Знал бы ты, как я в обнимке спала с твоим постером. И как мне снилось, что он оживет. Не надо об этом. Не нужно. Не приближайся. Нет, и Май! Какой ужас! Мартин, что вы с ней делаете? Это она со мной делает. А ну слезай! А ну слезай! Ах ты дрянь! Милашка. Дрянь! Не надо. Можно я скажу тебе одну вещь? Прости меня. Я тебя убью. Нет. И береги его. Потому что если ты не сможешь, я его однажды у тебя украду, так и знай. А ну стой! Милашка, твоя рука. Больше не трогайте меня. Мартин, какая гадость. Как вы могли трогать ее за задницу? Или вам это нравилось? Нравилось? Нет, Милашка. Что, днем незаметно, что она страшнее Кики? Не только страшнее, она тяжелее его. И меня тоже? Может взвести? Милашка, хватит об этом. Ты должна срочно ехать к хирургу. Вы записали меня на прием? Да, он лучший хирург в стране. И ждет меня прямо сейчас? Я могу тебя переодеть. Сгрести в охапку и тащить к нему прямо сейчас. Я согласна. Ты даешь. Получий, правда, на тебя запал. Видела бы ты, как он каждый миг просто выкручивается наизнанку. Болван. Ну, извини, Получий никогда не был болваном. Что угодно, только не это. При его природном таланте творить зло. Все равно он болван. Тупица ни в коей мере. Он не только завидный жених, но и злой гений чистой воды. Как думаешь, брать? Конечно. Рекомендуешь подцепить его? Нет, что ты меня не слушаешь. Ладно, Барби, говорю напрямик. После того самого боя ты больше никогда не завоюешь Мартином. Пока нам мешает милашка, мы с Мартином обе будем в пролете. Я права? Да. Я бы тоже ее убила, но сколько ни пыталась, она что-то не умирает. Учишь совет? Нет, мобилизуй таланты по лучшему. Будь я тобой, я бы заставила его плясать под свою дудку за право лизать мои пальцы ног. Какая гадость. Наоборот. Это не гигиенично? Отвлекись. Хорошо. Купи ему виски, это его валит с ног. Где это купить? Не знаю. Давай кого-нибудь спросим. Но сначала давай вон туда. Иди спокойно, не прыгай. Не могу. Две кобылки снова вместе. Слушай, ну хватит. Я что, такая смешная? Просто ты так похожа на Кики. Вы словно две капли воды. Ты все делаешь как он. И мотэ пьешь так же. Все пальчики на правильном месте. Одно слово копия. Я не второй Кики. И хватит об этом. Он парень, я девушка. Он чешется, я нет. Я не он и не обезьяна. Не обижайся, но тебе правда нужно быть поженственнее. Поверь, я была на твоем месте и знаю, о чем говорю. В детстве мы с братом тоже были не разлей вода. Так что люди мне говорили, Дэби, ты же вылитый Мигель. Это, конечно, мой брат, но эти слова внушали мне мысль, что я и он не можем быть одинаковыми. Я всегда была похудее. И чем дальше, тем больше меняла свой имидж. Давай тебя тоже изменим. Расшифрой. Не нужно ничего усложнять, все элементарно. Ставь утонченнее, ты больше не будешь, как он. Здорово, правда? Лучший хирург тебе прооперирует руку хоть сегодня. Да, здорово. Тебя что-то расстроило? А после операции моя рука точно перестанет болеть? Милашка, это лазерная микрохирургия. Самое лучшее на другое мы не согласны. Говорят, после таких операций само здоровье становится лучше, чем было. Это стоит бешеных денег. Не думай об этом, думай о том, что ты очень скоро вернешься на ринг. Но я не могу много тратить. Я с таким трудом что-то накопила. Деньги у меня под матрасом. Не разболтайте? Конечно, нет. И я не должна жить пустыми надеждами. Милашка, это не пустое. Ты вернешься в спорт быстрее, чем ты думаешь. Когда ты так говоришь, я тебе верю. Умница. Верь мне всегда. Ладно, сейчас поедешь домой и возьмешь все, что нужно. Альфредо скажет, когда приехать, и тебя вылечат. Мне не едят зеленые? Нет, очень даже хорошо, но тебе бы зацепку сказать какую. Не скажу, тебе нужно много зацепок, скажем сладости. Нет, я не говорю, что ты толстая, но когда ты ешь сладости, ты их не ешь лучше, ясно? Нужно вот так, полизала и вернула. Теперь секрет номер два. Когда красишь ротик, то чтобы не мазать особенно зубы, делаешь это. Излишки на твоем пальце. Знаешь, что дальше? Ты его вытираешь. Смотришь, где потемнеет, только не об свое платье. Правильно? Ужасно, очень вульгарно. А так? Самое то, то есть более-менее. Ладно, сойдет. Давай заглянем к турчанке, чтобы тебя приодеть. Давай. Ну какая же ты прелесть? Ты знаешь, что я тебя очень люблю? Знаю. Очень, но только наполовину так сильно, как тебя люблю я. Только не спорь. Откуда ты знаешь, как я тебя люблю? Отсюда. Мне пора собирать вещи. Мартин, Мартин, это Росса. Что случилось? Все, слава богу. Ты мне вот что скажи. Тебе удалось найти мумию, то есть Констанцу. Нет, я ей долго звонил, она ни разу не ответила. А что? Ничего, все в порядке, не дергайся. Просто они тут, совсем рядом со мной. Она и та бестия, Барбара. А ты где? Субтитры создавал DimaTorzok Одобряешь? Я тащусь, у нас с тобой одинаковый стиль. Вот что Мерседес Уриба сказал, чтобы именно ты сделала ему 150 копий вот этого. Передай ему, чтобы он шёл куда подальше. Нет, лучше другое. Пусть откроет крышку к Серксу, присядет и скопирует сам. Он знает, что. Мерседес, ну что ты грубишь? И передай, что не передам. Я вам не теннисный мячик, чтобы летать от одного к другому и собирать на себя вашу грязь. Расслабься, это всего лишь услуга по работе. Это не моя работа. Не нужно сбивать меня с толку. Я работаю тут, я сварю кофе. Я отвечаю только на местные звонки и ничего другого я делать не должна. Конечно, конечно. Я не должна, ясно? Ясно, малютка. Так что иди и делай копии. Подойди к аппарату. Не сейчас, посиди немного со мной. Давай поговорим. Ты куришь? Нет, на работе тем более. Короче, что мне делать? Я не знаю, кого из двоих лучше выбрать. На днях они такое учудили. Альфредо с Мигелем подрались. Ты лучше выбирай быстрее. Просто Мигель, он будет во мне материнские чувства. Он так мил, что заставляет быть хорошей. А вот Альфредо, наоборот, он такой вспыльчивый. Всё время бежит впереди паровоза. Я повторю то, что сказала. Выбирай быстрее. Не тяни, пока они друг друга не убили. Ты уверена? Я себя чувствую модной. Ты всегда должна это чувствовать, чтобы нравиться. С тех пор, как я тут появилась, ты стал моей лучшей подругой. Я таю. Ты теперь тоже моя лучшая в мире подруга. Поклянемся, руки в центр и говорим. Раз, два, три. Роланда? Нет, нет, ты не ошибся. Это Деби Кисада. Ты правда со мной хочешь поговорить? Нет, но ты всегда говоришь, извините, я набрал не тот номер. Ты правда хочешь меня видеть? Я? Конечно, хочу. Готова бежать к тебе прямо сейчас, потому что люблю. Это Роланда. Я побегу, ты сама понимаешь. Парень, это номер один, а подруга, это номер два. Понимаешь? Понимаю. Но можно вопрос. Какой такой Роланда? Роланда Мартинес, любовь к моей жизни. Роланда Мартинес, который автогонщик? Тот самый, конечно. И ты хорошо его знаешь? Конечно, не просто хорошо, а близко знаю. Я больше не выдержу. Мне нужно в туалет. Немедленно. Ты чудо, скорее в туалет, чем не Кики, номер два. Извини, но нужно подумать. Сказать, что я думаю? Так вот, тебе лишь бы обоих парней водить за нос. Крошка, опять ты не права. Только не надо мне пудрить мозги. Я тебя знаю, Мерседес. Любая женщина достойна двойного обожания. Ты на себя посмотри. Это не я флиртовала с почтальоном и с крестьяном в одно и то же время. Тебе это нравилось? Это не то же самое. Точь в точь. Извини, но я и тебя знаю, Ким. А любовь двух парней – вещь приятная. Как мне, так и тебе. Не знаю, но я тебе сказала, что думаю, решай сама, ну быстрее. Хотя мне Мигель всегда был до лампочки. Мигель, как Мигель, ну его. А вот у Риба человек хороший. Я бы не поступила с ним плохо. Он хороший. Он очень хороший, Мерседес. Замечательные слова, Кимберли. Ты иногда такое говоришь, что я не могу не прислушаться. Когда ты видишь суть, я всегда этим восхищаюсь. Клянусь, в этот раз я думала, что говорю. Не сомневайся. Нет, просто ты меня тронула. Правда? Да. Что мне делать, Кимберли? Иди работать, Ксерокс свободен. Знаю, но я тебе все-таки кое-что скажу. Слушай. Почита, что мне теперь с тобой делать? Ну как ты могла не сдержаться? Зачем ты соблазнила нашего булочника? Он женат, у него куча детей. Что делать? Он так соблазнительно поглаживал батон. Мама, ты не поймешь. Заткнись, заткнись. Эрминия мне все о тебе рассказала. Как всем миром тебя гнали из города за твои любовные подвиги. Неужели тебе совсем не стыдно? Если б не моя кузина, тебя тамошние дамы линчевали бы в грязной канаве. Хватит, хватит. Я же не виноват, что Бог наградил меня такой видной фигурой с таким горячим сердцем внутри. Вот как. И ты не вправе так со мной разговаривать. Почему? Раз я не знаю, кто мой папа, значит, я вся в тебя. Дрянь. Невис, неужели это вы ударили свою дочь? Да я, я. Она получила за то, что она вся в меня. Стоит ей увидеть мужчину, как белье само с нее падает. Если она не образумится, пока молода, что же делать дальше? Кулаками взрослых детей не воспитывают. Поговорите с ней. Как мне еще с ней разговаривать? Я для нее не авторитет. Я же ее бросила. Разве она меня послушает? Милашка, ты моя последняя надежда. Поговори с ней. Как сводная сестра. Ты ведь все можешь. Что я могу? С меня белье тоже сваливается. Ты другое дело. Ты все можешь. Что я по-вашему могу? Ладно, я поговорю с ней. А вы с ее братом с вечера где-то выпиваете. Иисус, помоги мне. Я не виновата, что двое детей. Для меня это слишком. Они где-то здесь. Четыре прохода туда, и ты их точно найдешь. Спасибо, Роса. Пожалуйста. За это я посмотрю, что ты с ними сделаешь. Нагоняя не будет. Можешь заняться своими делами. Хорошо. Спасибо еще раз. Ну как, мы все прикупили? Дай подумать. Не знаю, кажется, все. Вот что, давай заглянем в отдел для беременных. И потом сразу на выход. Ты что, беременна? Ты что, с ума сошла? Конечно, нет. Но если там рядом касса, то якобы беременных пропустят без очереди. Неужели они предусмотрели кассы для беременных? Какая забота. Я прихвачу вот это. Придерживай живот и сойдешь за будущую маму. Обожаю хлопок. Нет, этого маловато. Я придумала. Идем все к своей подушке. Ну, там где матрасы и прочее. Хорошая мысль. Головой думать надо. На, повесь это. Как? Знаешь, подожди меня прямо здесь. Только не уходи, хорошо? Хорошо, я подожду и повешу на место эти трусы. И никуда не уйду. Короче, я тебя приглашаю к себе. В моей шикарной бевлоге нам будет что выпить. Ну как, идешь? Ролу! Зайка, где ты так загорела? Ролу! На нагонках я дам тебе шлем. Привет, это Дэби. Девушка, уйдите. Как же так? Я тебя зову, ты меня не слышишь. Ты не видишь, что я не один? Нет, а что? Я просто сказала, что ей кто-то звонит и правда, смотри. Это ты обрываешь мне телефон. Что тебе нужно? Чтобы ты начал меня замечать. Как ты могла прогнать мою девушку? Где она теперь? Ролу, посмотри на меня. Чего? Просто я очень счастлива, когда ты мне звонишь даже по ошибке. Я всегда думаю, что ты меня любишь и хочешь, чтобы мы поженились. И чтобы у нас были дети и внуки тоже. Я имею в виду, когда мы будем старыми. Безусловно. А сейчас я не настаиваю на внука. Остановись, дай мне сказать. Ты мне дашь денег и побольше? Дашь? А что ты сейчас имеешь в виду? Деньги, наличные, бабки. Ясно, купюры. Верно. И побольше, и покрупнее. Вот и хорошо. А для чего тебе нужны деньги? Что за проблема? У меня полно проблем. Да? Целых пять месяцев. С тех пор, как твой проклятый кузен оставил меня без спонсора. Я постоянно без денег. Я тоже постоянно без денег. И теперь, когда мы оба бедны, ты понял, что мы созданы друг для друга. Мартин Кесадо, у меня конец. Он знает, что мы с Барбарой в сговоре. Извините. Альфредо? Что? Операционная освободилась? Не то слово. Я рад до безумия. Когда приезжать? Нет, очень хорошо. Я все понял. Клиника Эрэда сегодня в семь. Замечательно. Звони хирургу и скажи, что мы будем. Точно. Я прямо сейчас за милашкой, и мы будем вовремя. Спасибо. Я твой должник. Снова ты улизнула, Констанца. Деньги нужны мне сейчас. Дашь? Нет. Я возьму другой. Не надо. Только не у другой, умоляю. Давай так, я дам тебе деньги. Но что ты дашь мне взамен? Предложи мне что-нибудь. Как обычно, предложу то же самое. Что именно? Массаж. Я всегда за. Я тебе сделаю массаж плечевого пояса. И пельтовидный. Обожаю. Ну, давай у меня в одной суперобщаге. Я знаю, тебе это нравится. Верно. Я прав? Можно деньги? Я их должна раздобыть. Что? Я с ними приду, куда тебе сказала. Жди меня там. Да. Итак, я скоро буду с деньгами для тебя в том доме, который в Лобоко. Мы помирились? Да, да. Погоди. Я хотела спросить, хочешь мой танец с живота? Хочу. Это аванс. Еще, еще. Можно еще. Давай, давай. Можно, но потом. Когда, когда? Иди же. Мы с ним снова пара. Спасибо, милашка. Ты ко мне так добра. Но я знаю, что я больше не вернусь в Буэнос-Айрес. Но дома тебя линчуют за чужих мужиков. Ну что, если ты тоже против меня? Нет, я не вправе тебя осуждать. Но тебе должно стать уроком то, что нельзя жить ради секса с парнями. Кстати, о парнях. Твой Мартин лучше всех. Моего парня вообще не трогай, запомни. Конечно, конечно. Спора нет. Он принадлежит только тебе. Потому что ты самая смелая, самая добрая милашка. Лучше тебя просто нет. И ты мне нравишься. Я так тебя полюбила. Не сломай мне ребра. Слушай, а что у тебя за тени? Не знаю, зеленые. Мартин, что такое? Ты собрала вещи? Да, конечно. Вы куда-то поедете. А ты не поедешь. Перестаньте ее провоцировать. Я ничего не делаю. Ты смотрел на мою грудь. Вы смотрели на ее грудь? Нет. Когда меня оперируют? Семь в клинике Санте-Аредо. Решилась на операцию груди? Как ты права. Зад у тебя хорош, а вот грудь маловато. Не беси меня. Что-то, что-то, конечно. Может, меня тоже возьмут на операцию? А можно мне с вами? Давно мечтаю заняться своей попой. Мне бы еще химию сделать. Зубы тоже. Если бы я все это сделал, он точно был бы мой. Ну что? Что ты мне скажешь? Кто? Я? Да, да, говорю. Больше не смотри и не трогай меня, понял? Не видишь, что она беременна? Сразу видно, что у тебя кожа ухудшилась. Я беременна, все остальное не важно. Фолучиев, я тебя вызвала не ради флирта с Барбарой, а для того, чтобы ты придумал мне хороший план. Я с ней не флиртую, не подкалывай меня. Что за план? Зачем он тебе? Я не знаю никаких планов. Милашка перед тобой как облупленная. Какие тут могут быть планы? Подумай. Никакая она не облупленная. Ты предлагаешь, чтобы мы ворвались к ней в операционную? Привет, как дела? Все так легко и просто, да? Все зависит. От чего? От чего? От того, сильно ли вам нужна моя помощь. Что ты говоришь? Сколько ты хочешь, Фолуччо. Фолуччо. Нет, нет, Констанца, ну что ты всегда о деньгах? Счастье не в них. Может, я хочу не деньги, а кое-что взамен. Хорошо. Что же. Ладно, идите сюда. Всем привет. Добрый день. Кимберли. Турченко. 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 Роланда Мартинес. Я просто не верю своим глазам. Самый красивый гонщик, странный, рядом со мной и вокруг никого. Ты кто? Твоя фанатка номер один. Подсчитай. Кстати, твой постер висит в моей спальне. Он покрыт поцелуями. Дать автограф? Не нужно. Позже. Я бы хотел другое. Покажи мне это. Что? Ну все, все. У нас сначала твой плоский живот, что меня сводит с ума. Хорошо, если ты отойдешь. Отойду, отойду. Отходи. Это успеется. Для начала можно вот так. Что? Что-то не то? Что? Я плотно поел. Ну и что? Ну покажи мне свой классный живот. Не стесняйся. Тогда держи дистанции. Конечно, конечно. Подальше, чтобы я тебя не задел. Хорошо. Показывай. Закрой глаза. А ну вернись. Показывай живот. Ну смотри. Какой классный. Дай поцелуй. Хочешь еще? Скажи, что ты хочешь еще. Скажи, скажи. Ничего. Невес! Как ничего. Думаю, нам нужно поговорить. Идем. Невес! Это сюда. Хотела со мной поговорить. Да, садись, успокойся и начнем. Итак, мы оба серьезны, спокойны и по-взрослому поговорим. Ты сидишь? Хорошо. Нет, лучше встань. Вы уединились за закрытыми дверями? Как раз двери я не закрывала. Я поговорю с вами обоими. Ты тоже садись. Никто не задает мне никаких вопросов, пока я не выскажусь о том, что я сама думаю. Хорошо. А ты садись. А я не хочу. Тебе же сказали садись. Сеньоры, хватит. Сядь тёба и молчите. Вы не должны продолжать это, иначе я не справлюсь с ситуацией. Договорились? Так вот. Я хорошо обо всем подумала и начинаю. Для меня все было непросто и, пожалуй, решение, которое всем нам понравится, невозможно. Потому что нас строят. Мне всё понятно. Но ты говори, чтобы закончились недоразумения. Он взрослый парень. Тоже понял, что ты выйдешь замуж за меня, потому что мы с тобой так решили. Закончим недоразумения. Вы не можете остаться со мной? Нет. Нет, любимая. Главное, ты не бойся. Я говорил с хирургом, и знаешь, что он сказал? Что если будешь умницей, то через пару недель сможешь вернуться к тренировкам. Серьёзно? Он лучший хирург. Номер один. А через две недели вы останетесь таким же заботливым, как были все эти дни? И через две недели, и через два месяца, и через два года, и на всю жизнь. Поцелуйте меня, чтобы мои страхи ушли. Я жду снаружи. Только не засните, хорошо? Не беспокойся. Берегите её, доктор. Ким, не кричи на меня, я не твой папа. Значит так, это ты придумала сделать юбку из пляжных вещей турчанки? Я пришла, а всё это уже в таком виде? Это не я, это почита. При чём тут почита? Почему ты отдала вещи турчанке какой-то почите? Ну и что, они ей нужнее. Вспомни, сериал «Мода лечит». Вот и почита страдает, что так похоже на кики. А я вдруг подумала, если это решить, то всё не так плохо. Возможно, возможно. Ты у нас добрая девушка. Но ответь, куда могли подеваться все вещи турчанки? Их носит почита. Так, слушай меня внимательно. В последний раз. Ты никому не должна отдавать чужие вещи. Я всё поняла. Ребята, можно всего один вопрос? Чем вы занимаетесь? Всё пройдёт быстро и без боли. Теперь лишь бы она крепко уснула. Что, обезьяна, ты нас не ждала? Тебе это не слишком приятно. Синьорита, кто из вас нанесёт ей последний удар? Я! На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернашнелл по заказу телеканала «Домашний». «Домашний зал». «Домашний тул…» Субтитры сделал DimaTorzok